Продолжение следует... Если бы ты видел в реальности, в действительности, тех, которые не совершали намаз, тех, которые прожили свою жизнь, греша и ослушаясь повеления Аллаха, не зная, что такое молитва и земной поклон, если бы ты видел их во время смерти. Ангелы бьют их так, что они умирают. Как же они произнесут, нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Один человек лежал в своей постели, и врач сказал ему, что лечение закончилось, и все, что в наших руках мы сделали, все в руках Аллаха. Ты можешь умереть в любую секунду. Его брат, находившийся возле него, сказал ему, бойся Аллаха и проси прощения от того, что ты совершал. Этот человек был атеистом и порочил религию в книгах и статьях и в обществе. Возможно, даже оскорблял Господа Великого Всемогущего. Он попросил своего брата принести ему Коран. Брат говорит, я подумал, что в этом благо, и что он хочет покаяться и вернуться к Аллаху. Я принес ему Коран. Когда же он уже был при смерти, он посмотрел на него и сказал, я не верую и отрицаю этот Коран. С этими словами Аллах забрал его душу. Сколько молодых думает, что Аллах примет их покаяние во время предсмертного хрипа, когда выходит его душа? Один молодой в предсмертном хрипе, увидев смерть своими глазами, покаялся. Аллах Велик, Он и Всемогущий сказал, Тебе не поможет покаяние, если ты каешься, видя ангела смерти. Видя ангелов перед глазами, ты чувствуешь, как душа выходит. Клянусь Аллахом, даже если у тебя будет течь кровь из глаз, а не слезы, в таком положении не примет Господь твоего покаяния. Один человек очень сильно заболел. Он услышал призыв на вечернюю молитву в то время, когда дети находились рядом с ним. Он спросил, что это за звук? Они сказали, это призыв на вечернюю молитву. Он сказал, понесите меня в мечеть, совершите эту молитву. Они сказали, о, отец, Аллах оправдал тебя твоей болезнью, помолись дома. Ведь ты присмерть. Но он настаивал на своем и говорил, как мне слышать призыв и не отвечать на него. Дети понесли его в мечеть, и он молился, сидя между ними. Когда же он пошел на первый земной поклон, то он уже не встал с него. Аллах забрал его душу в таком положении. И в судный день Господь Великий и Всемогущий воскресит его именно в земном поклоне. Подобная же история произошла еще с одним человеком. Когда он совершал обход Каабы, находясь в Умре, один мужчина рассказал, что он услышал такбир в запретной мечети. И увидел, как собрались люди в одном месте. Я подошел к этому месту и увидел, как один мужчина в их храме лежит на полу. Он, улыбаясь, произносит свидетельство, и Аллах забрал его душу в таком положении. Он рассказывает, что все, кто видел это, заплакали, сидя в запретной мечети, радуясь хорошей кончине этого человека. Сколько людей умерло в пожилом возрасте, совершая намаз? Или с Кораном в руке? Сколько людей умерло, держа пост? Сколько из них умерло, совершая ночную молитву? Скольким паломникам и воинам Аллаха? Аллах даровал хороший конец. Но вопрос в другом. Как умрем мы? Кто как жил, тот на том и умрет. А когда же он умрет, то Аллах воскресит его в том положении, в котором он умер. Эти ямы, эти могилы – наш конечный исход. Так давайте же стремиться к благому концу жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Таким образом, заканчиваясь этот мир, ходит в раб в него обнаженный и выходит таким же. Ходит в этот мир с сжатыми ручками, желая схватить что-либо. И уходит из этого мира развернутыми руками, не взяв ничего. Его положат на плитку, и голени его сойдутся. Кто же привел его в омывальню? Тот, кто любил его больше всего. Они не стали терпеть его даже день или два. Не смогли оставить его у себя. Он построил им дома, собрал им деньги, дал им все то, чего они хотят. Но они избавились от него за короткое время. Они поспешили к подготовке и омыванию его тела. Началась суматоха. Настал его час. Сколько же он омывал свое тело в этом мире? Но сейчас пришли те, которые будут омывать его. Сколько же он прятал свои половые органы от людей? Он стеснялся, что его увидят без одежды. Но сегодня пришли те, кто обнажат его без силы и мощи. Его поставили на доску и омывают его. О, если бы он знал. Что же было бы, если бы он очнулся в таком положении? И увидел бы тех, кто его моет. Что было бы, если бы он узнал о своем положении? Сколько мужчин и женщин были опорочены Аллахом в омывальне? Раскрылись их половые органы, а также их тайны. И у скольких людей в омывальне стало ясно их добро и свет, и появился приятный запах. Сколько же эти ноги ступали в мечеть? Сколько же эти руки кормили бедных и гладили их головы? Сколько же эти глаза читали Коран и слезились от страха перед Аллахом? Сколько же это лицо совершало земной поклон? А если же он был грешником, то сколько же раз его ноги ступали в запретную Аллахом сторону? Клянусь Аллахом, клянусь Аллахом, если этого человека омыть тысячу раз, то он не очистится от греха, пока не покается. Посмотрите на умершую. Кто из вас в силах вернуть его в жизнь? Даже если соберутся доктора всего мира и собрать всех дорогих ему людей, чтобы вернуть его, хотя бы на миг. Никто не сможет вернуть его. Это и есть начало загробной жизни. Это и есть омывание, после которого он уйдет из этой жизни и отправится в новую. Зайнуль-Абиддин в своей поэме под названием «Лайсаль-Гариб не является страной» сказал «Лайсаль-Гариб не является страной» Субтитры сделал DimaTorzok 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 тебя. Самый близкий из людей поспешит тебя закопать. Любимый и самый дорогой тебе человек в этом мире оставит тебя одного в этой земле. Однажды Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сел возле могилы, когда сподвижники копали ее и готовили для погребения. Пророк сел возле нее и начал тыкать в землю веткой, которая была в его руке. Затем сказал тем, кто был вокруг него, о братья, готовьтесь к этому. О братья, готовьтесь к этому.